так друзья батарейка зарядилась серия за номером 2 серия за номером 2 раз вы видели это 2 и так значит тема идет дождь работать невозможно царел весь ладно отдел еще одну телогрейку сухую и слушайте дальше тема здоровья советы железова или советы бывалого моржа который не сразу стал моржом вот но захотелось жить мне было 34 35 были по все признаки близкого конца так значит по порядку не самая страшная болезнь это шпора на шпора на пятки что такое шпора вы знаете это наросты соли болезненный нарост который пробивает пробивает мясо мясе мясной этот самый участок за счет того что он острый таблетки не помогли лазер не помог взялся лечиться сам два тазика в одном очень горячая вода на грани терпения на втором фактически ледяная вода какая у нас кране она и была в саногорске в кранах ледяная вода и так два тазика секунд 20-30 в кипятке горячей воде потом переношу обе ноги на всякий случай обе не только больную обе ноги тазик с холодной водой с ледяной вот терплю потом горячую воду все на пределе это и другая вода супер холодный супер горячая на пределе терпения и так несколько раз постепенно горячая вода становится теплой а ледяная вода становится менее ледяной и через несколько минут сеанс заканчивается примерно через пять-шесть вечеров погружение туда-сюда исчезает и навсегда это было мне 40 лет сейчас 73 и навсегда и без всякого лазера я вылечился потом меня благодарила помню женщина которая подсказал как это делать и так и это назвал секрет двух тазиков и описывал и даже помню как мои секреты присвоила себе некий лунный календарь который вышел в количестве 150 тысяч экземпляров хорошо ребята заработали я увидел там свою статью под названием время проведенное в саду не засчитывается срок жизни все секреты оттуда кто со мной дружит пожалуйста я могу выслать эту статью если обратитесь ко мне через этот интернет так секрет за номером два и так значит голова сильнейшие приступы головной боли на грани инсульта у меня уже были в скидки на резкий климат такой что перепады давления резкие смены атмосферное давление сильное и сказа сказалось на голове что такое головная боль в мозгу это значит что там уже есть участки непроходимые для крови и вот особенно к 40 годам они мне тогда еще 34 не было и уже тогда была страшная головная боли невыносимая я просто перетерпевал все даже к врачам не ходил когда я приехал сюда мне помогло то что в кране была очень ледяная вода ну и само собой во втором кране была вода на грани кипятка значит то в том времени я практически расстался со своей шевелерой поэтому мой совет для тех у кого нет шевелера или короткая стрижка вот особенно хорош тем что каждое утро я вставляю голову под очень горячую воду жду голова насыщена и очень быстро перегревается за счет того что 50 процентов всех кровеносных сосудов организма находится в голове мгновенно нагревается перегревается потом ледяная вода практически тоже в тазиках только на этот раз без тазиков голову в тазик не засунешь под струю стою с наклоном и под струю потом снова регулирую дело осень горячую воду потом снова ледяная вода там секунд десять двадцать тут секунд десять двадцать несколько раз все прошло несколько некоторое время я с удивлением заметил что начиная с этих 40 лет и до 73 ни одного случая заболевания просто головной боли все исчезло навсегда а так как я уже на грани был инсульта и у меня знакомый друг но уже меня помню умер именно от инсульта а я совета его не давал потому что я не знал что у него инсульт будет вот таким образом я себя спас и надеюсь мой совет поможет многим поверьте 30 с лишним лет ни одной головной боли но я продолжаю каждое утро кипяток очень горячая вода голова перегревается потом ледяную воду обрушиваю на голову и так пару раз уже уже ленюсь уже бывает по одному разу больше головная боль не возвратилась ни разу это два совет за номером два дальше смертельная астма смертельная вот умирать почти каждую ночь просыпаться от удушья выкашливаешь весь кислород на последние грани и только как перед самой потерей сознания с таким каким-то чудом возвращается последнюю секунду возвращается дыхание вот этот ужас переживания смерти и неоднократный а десятки раз надоело а рядом енисей который земной не замерзает то имеет температуру ну считается плюс один плюс два ну дело в том что в заливчике где окупался там ледок стоял то есть ну доль считаем и того доль и значит начинал я очень-очень без всякой подготовки это было отчаяние после работы часов 8 9 черная ночь рук не видно подхожу к берегу раздеваюсь обыкновенная одежда просто раздеваясь со мной кроме полотенца ничего нет раздеваюсь до плавок на берегу ни одного человека босиком там еще и эти любители очень много бросали битых бутылок любители этих как звать-то любители отдохнуть на берегу вот и заходил в воду рискуя страшно еще и ноги искалечить заплывал меня сносило метров на 50-100 вниз шел по берегу к этим прилипали к камушки пример зале пяткам возвращался кое-как и доковылил до одежды вот стуча зубами одевался ночью растирался одевался вот ну так как я еще и этот самый скажем днем я с каждым разом я улучшал себе комфорт например я начал приходить машин еще не было начал приходить туда буквально с третьего четвертого раза уже на мне уже не было ни одной пуговицы то есть я одевал вместо рубашек и парюки одевал двое теплых спортивных штанов без пуговиц ширинки извините за выражение одевал два свитера а потом уже телогрейку вот потом появился автомобиль я привозил с собой это было еще больше комфорта вот мне уже становилось легче и уже прекращались эти самые прекратились приступы астмы но я должен был закрепить успех я приезжал на девятки под фарами ученые фары двигатель я раздевался сделал те же самые заплывы но заплывал я в теплых носках почему чтобы не травмировать пятки уже в теплых носках заплывал основное тело голое кроме плавок вот выныревал а перестал это стаскивать меня течение вниз перестало потому что я только делал заплывал метров на 10 там течение и против течения греб 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 как бы согревает и поэтому мне удавалось вернуться на то же самое место где делал заплыв быстро ускакивал на берег дальше хватал уже лежит на готове этот самый теплый халат я накидывал его на плечи ноги сувал валенки в сухие вот эти мокрые ноги сухие валенки до этого я наступал просто на тряпку предыдущие разы сухие валенки на головах на мокрую нахлобучил нырял то с головой на мокрую голову нахлобучил шапку вот и уже с комфортом тут же проходил весь холод тут же и уже растирался под халатом растирался сухим этим самым полотенцем полностью и уже дальше уже так не хотелось одеваться все никаких этих ужасов первых заплывов когда я этот синий от холода стуча зубами не мог застегнуть на себе ту же рубашку вот это все прошло и уже стоишь дышишь полной грудью вот потом еще момент дополнительно как я избавился от ужаса заплыва потому что первые разы когда я приходил я уже было 30 35 я уже замерзал подходя а мне еще надо было раздеваться долго раздевался еще больше замерзал и ледяной буквально заходил в воду синий от холода вот как я это я научился где-то со второго третьего раза делать прямо телогреки делать как называется такую утепляющую зарядку то есть быстро быстро ноги три четыре три четыре ноги шире значит машу руками машу ногами приседают и только когда будучи полностью одеты я почувствовал тепло внутри тепло то есть тело перегревался даже перегревалась чуть даже до пота почти и тогда я уже раздевался и уже знаете как король я уже все я уже не лихорадочно скорее бы залез скорее бы вылезти я начал встретить все рада получать удовольствие еще до того как у меня появились эти самые валенки до того как у меня появилась добавочный халат и шапка вот я до этого уже будучи перегретым быстро спокойно раздевал уже спокойно раздевался делал заплывы и уже не было никакого зловещего мерзлого состояния на грани это самое судорог уже не было и как 10-20 раз потом появляется компания у меня нас уже несколько человек вот и мы спокойно и мы уже страхуем друг друга потому что все таки это и не сей это течение это все таки это стресс и вот нас уже несколько человек и рассказываю про появились когда нас было очень мало поначалу потом уже крещенские морозы крещенские заплывы стали модными позже а в то время я помню мы четверо приходим и приезжаем на его автомобиле машину ставим носом берегу галогеновая фара очень мощная тогда это модно было на девятках появились галогеновые фары вот все видно как днем нас четверо мы раздеваемся мы искупались появляется семейная пара раздевается муж остается в одежде я расскажу как анекдот жена раздевается полностью до гола он ее прикрывает этой же самой курткой она полностью до гола снимает все трусы снимает лифчик все такая красавица так а знаете полная женщина чисто русская вот раздевается до гола и идет в воду а все это в свете ярко светящихся фар вот мы стоим смотрим разину в рот вот мужик на нас орет отверните отвернитесь зачем она полезла биби могла же спокойно залезть туда в это купальники да как все нормальные люди нет с одной стороны надо раздеться до гола во вторых ее эту самую чтобы мы ее не не видели мужик закрывает халатом но он ее проводил только до кромки воды дальше будут они полез он полностью одеты и она во всей красе это слепя нас это буквально голыми ягоди ягодицами жаль не было фотоаппарата в то время не было телефона чтобы заснять всю эту красоту вот как-то нимфа которая заходит в воду вот а и ну поняли да посмеялись а теперь еще один раз это тоже уже дальше я перевожу шутку ну чтобы иногда включали мой канал еще один случай который мне просто рассказали когда это было экспромт то есть мы увидели эту порнографию живем всем все были приятно при всем мужикам нам нас было три мужика одна женщина моржи вот а случай который рассказал кто-то во время когда появилась гласность когда наконец-то по телевизору начали показывать голых женщин и и снимать их кино якобы была такая сцена значит рассказывать режиссер по миру не помню называется сцена выход голой дамы из ржи из ржи вот и вот они значит на краю колхозного поля остановились все мы все группа готова не знаю кто бы решил топтать эту рожь но из ржи появляется голая женщина вот и они должны ее снять и уехать и в это время вдруг появляется скрип тормозов а рядом дорога шоссе останавливается машина и пассажиры выскочив смотрят как она появляется голая женщина из ржи все мы все группа стоп не снята вот дама ойкнула который выходит и ржи с голой этой грудью и прочими вот и опять прячется в это самое в ржи ойкну вот съемка сорвана значит подождали пока машин не было опять она появляется ржи значит кадр номер там два или восемь опять съемка опять она появляется ржи опять скрип тормозов опять машина и не одна вот и так несколько раз она опять стесняется если бы не стеснялась бы съемки мы закончились она опять прячется в ржи время идет все срывается и наконец но еще вроде подловили момент машин нету вот и вдруг это самый последний момент когда она выходит ржи во всей красе вдруг раздается скрип тормозов удар машина лежит на крыше то есть колесами кверху вот это и была первая попытка заснять голую женщину выход из ржи для кинофильма когда появилась вода на головы на голой съемки и об этом рассказал режиссер а я вам рассказываю это просто так потому что сейчас закончится съемка сама сильно врагает аккумулятор вот я надеюсь вас и повеселил и рассказал еще раз шпора раз вот можно вылесить секрет двух тазиков можно вылесить голову избавиться от инсульта на 30 как я до 30 40 лет вперед избавиться от инсульта повторяю избавиться от инсульта пожалуйста не пренебрегайте такой возможности кипяток холодная вода кипяченая горячая вода меняйте то же самое вода волшебная ну и наконец я избавился от смертельной астмы за одной от бронхита с помощью заплыва зимой если избавиться я вас получил как избавиться от этого я начал с дикого купания рискуя жизнью в отчаянии а закончил уже вполне культурным купанием когда можно некоторое комфорт обеспечить себе придя и делать заплывы в ледяной воде благодарю за внимание а Продолжение следует...